Мужчина, которому россияне скинулись на квартиру ради его воссоединения с дочерью, снова отдал девочку в приют. Об этом нам стало известно из собственного источника. Сейчас семилетняя Ида находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Отец малышки отдал ее туда добровольно. Напомним, душераздирающая история всколыхнула всю страну еще в 2018-м. Южноуралец обратился в СМИ с жалобой на то, что не может забрать из детского дома родную дочь. Мать девочки лишили родительских прав, а ему не позволяют воссоединиться с дочерью жилищные условия. У него скромная очень комната в коммунальной квартире. Это не та среда, где хотелось бы воспитывать девочку. И как вы предлагаете эту проблему решать? Мы обратились в средства массовой информации, сделали сюжет на эту тему и начали сбор денег, чтобы приобрести Алексею квартиру. Для того, чтобы чаще видеть дочь, отец тогда даже устроился на работу в детский дом. Самая любимая, единственная дочка, которую я, можно сказать, душой не чаю. Я ее очень сильно люблю и ради готов к ней вообще сделать все возможное, чтобы она и получила и любовь, и ласку. Тогда крупную сумму на приобретение жилья ему пожертвовала телеведущая Ксения Бородина. Помогли и простые россияне. И мужчина купил вполне приличную квартиру. Но спустя два с половиной года мужчина вернул свои отношения с дочкой в прежнее русло. Девочка снова живет в приюте, а отец лишь изредка забирает ее на выходные. То ли мужчина самостоятельно не справляется с ребенком, то ли им вместе стало тесно, неизвестно. Но собственный источник нам сообщил, что мужчина до сих пор страдает алкоголизмом. Это и могло стать настоящей причиной очередной разлуки с ребенком. Ну вот давайте предположим, что вы отремонтировали комнату, забрали ребенка к себе. И вдруг сорвались, поскольку быть отцом, когда за ней не ходят воспитательницы, когда ей не меняют там белье, когда это все же самому придется делать, истирать, и воспитывать, и все остальное. Вдруг досорветесь, и что с ребенком так делать? Ну постараюсь как-нибудь это сдерживать себя. И вот спустя два с небольшим года жизни с отцом, Ида отправилась в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. А мужчина работает все в том же детдоме, в котором жила Ида три года назад. Продолжение следует...